друзья всем привет у нас очередной раз появилась возможность поэкспериментировать и мы не можем ей не воспользоваться в чем суть эксперимента у нас вывелась партия бройлера роз 308 одно яйцо одна закладка в инкубатор один вывод одни цыплята и у нас есть вот небольшое количество корма южная корона которого должно хватить даже на приличную партию то есть нам в любом случае на эту партию хватит вот и есть небольшое количество корма пурина сейчас я вам покажу кстати говоря у меня вот здесь вот протекает процесс дистилляции ректификата необычное словосочетание дистилляции ректификата да вот ну я пробую в общем одну партейку уже перегнал в принципе разница наверное есть с сортировкой простой да с разбавленным ректификатом ну короче балуемся всякими тут методами в общем интересная штука это да смогу на варенье вот поэтому стараемся и о этом ремесле об этом ремесле не забывать так ну вот у нас еще тут запасы продовольственные для птицы здесь в основном для индейки корма ну и вот как раз в этой куче у нас есть количество какое-то определенное пурины там старт рост и финиш нам хватит где-то наверное штук на 30 поэтому 30 цыплят я отсадил и мы их кормим пуриной а остальную массу уже кормим южной короной и будем смотреть будем сравнивать так вот у нас оборудование подготовлено уже помыто вон там утки ходят сейчас мы идем сюда в роллерный курятник посмотрим на цыплят на наших экспериментальных так свет 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 так ну вот в принципе вот 30 штучек которые мы отсадили для кормления пуриной и вот здесь у нас оставшиеся партия которая будет скармливаться нами южной короной работка кипит старость не радость это помнишь как волк в мультфильме да 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 заходи если чё что нашла откуда взялся ты вырос у мамы да точно так и было не урони пожалуйста было по-другому это нас угасил водитель спасибо большое будем ура все нормально короче у нас произошло наняли человека нам помог разгрузить не помог а он разгрузил я просто укладывал вот и спасибо алексею водителю вообще это конечно первый раз такой для меня шок водитель который рассуждал так чем сидеть живот отращивать я лучше помогу вам мешки перекидаю на этот как он называется на гидроборд но сашка он еще молодой у него на распината не до что твоя раньше я также наверное делал так что спасибо всем спасибо нашим друзьям которые нас подстраховали и если вдруг это мы не нашли бы человека то нам могли бы разгрузить соответственно вот итог три с половиной тонны корма для брулера небольшая горушечка мы вырастили получается две партии на этом корме вторая партия нам понравилась даже больше чем первое по результату но в любом случае все равно это маленький еще срок до маленький опыт использования этого корма поэтому будем дальше смотреть анализирует и все такое то еще если кстати говоря люди которые покупают у нас цыплят будет покупать вот в этот вывод он скоро произойдет вы тоже можете приобрести этот корм если есть желание попробовать у нас и это будет дополнительный опыт использование этого корма в ваших условиях в вашем хозяйстве и опять-таки плюс к статистике к нашей как он покажет у вас и наверное сейчас посмотрим какое количество цыплят нас останется и попробуем на одном кроссе разделить их по частям и часть вы кормить пуриной а часть вы кормить опять южной короны ты имеешь ввиду одно яйцо будет про одно яйцо один цыпленок одни условия температурные так далее то есть мы до этого эксперимент проводили на разных партиях но на одном коры кроссе но у них разно разно температурные режимы были танцуют самый вот сейчас мы уже можем воплотить эксперимент вот так вот при одинаковых условиях с одной и той же птицей мы наверное не будем грузить вас опять вот этими взвешивания через каждые 10 дней и нам честно говоря совершенно сейчас некогда этим заниматься мы просто будем смотреть может быть какие-то интересные моменты снимать эпизодически да потом все таки взвесим потом взвесим аленка отойди убери свой динозаврик вот потом мы взвесим сравним и также сравним по там падежу по весам короче как обычно все это дело сделаем строительный эксперимент такой и уже будет что-то более понятно ну все мы опять затарились вторая волна коронавируса нам не страшно мы с мясом и с кормом так что все нормально мы с мясом а мясо с кормом финиш для индюка купили тоже потому что нам нужно закончить эксперимент про индюков имейте ввиду что мы хотим сравнить все таки индюков на южной короне индюков на буренье и зачем вы опять купили этот корм александр сергевич но нам по большому счету он понравился вот на тех предыдущих партиях поэтому мы продолжаем смотреть наблюдать ну и это единственный корм в нашем регионе который можем купить без лекарственных препаратов альтернативы просто нет все но при этом отличнейший результат он покинет артиях лучшие результаты чем у нас и соответственно можно произветь продукцию так скажем органик участвовать кавычки под слову над словом органик требует объяснение понимаешь почему в кавычках потому что органик это условно грубо говоря я вот ну что вкладывать в это значение слова до органик если вкладывать что это вообще как сто лет назад до выращивалась птица то это просто невозможно технически в наших условиях но не общем мировых я считаю даже даже если в европе это органик мне кажется что это не до конца органик потому что гмо никто не отменял если возможность выращивать не гмо зерновые на планете где соседние поля заселены засеянный гмо при перекрестном опыление я считаю что это глупость выращиваете зерно то на марсе там она может быть и будет не гмо подожди возделание марса еще не начали но часто начнут возделание земли но я образно говорю что органик вот что под этим подразумевать если органик что-то минимум химии да как возможно вот вырастить птицу в наших сегодняшних условиях туда возможно что вот с этим кормом и возможно с этим кормом это самое близкое к органик про животноводство продукции да но мы так что может сказать это самое чистое из возможного опять таки если не химичить дополнями возможными методами как в принципе никто не запрещает это делать даже в частном хозяйстве но мы уже говорили на тему даже тебе скажу особенно не запрещают это делать в частном хозяйстве контроля нет вот и все добавляют себя не забываем плюс еще какие что мы можем птицу бить в любой момент времени потому что нас нет в корме не в старте не в росте не финише не антибиотиков не как ци диастатиков правильно еще какой момент плюсом плюсом еще тот момент что этот корм показывает при всем своем не содержание лекарств очень хорошие результаты действительно по весам показывает отличные классные результаты снова же корм южный зерно южная а не та дрянь который у нас продается итак друзья мы начинаем вот такое вот мероприятие с кормами еще раз проверить какой корм для нас будет оптимальным лучшим и с наилучшими результатами покажем вам а я хочу заметить что я не сделала пока еще видео о рентабельности выкармливания кормом южная корона обязуюсь торжественно сделать это видео в ближайшее время и показать вам все как есть как она получилась пожалуйста оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч до новых встреч